МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Знаете ли вы, что этим психическим заболеванием страдают больше людей, чем напугавший мир ковид-19? Более 350 миллионов человек, и каждый пятый, достигший зрелого возраста, перенёс хотя бы один клинический эпизод этой болезни. Меня зовут Крилкиаро, и вместе с вами мы исследуем этот незнакомый и тонко устроенный мир внутри нас. Мир психического здоровья и его опасных отклонений. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не было какого-то такого вот кардинального толчка или какой-то катастрофической ситуации, которая бы резко ухудшила самочувствие. Александр Орлов. Тележурналист. На четвёртом десятке всё шло своим чередом. Полноценная работа, командировка, любимая профессия. Но как-то в командировке в одном из городов у меня резко подскочило давление. В кардиоцентре обследуюсь, сдаю биохимию, всё нормально. Возвращаюсь к работе, опять давление подскакивает на ровном месте. То есть без стрессов, без ничего, в штатной ситуации. Там проверили надпочечки, ну, щитовидку. Все анализы по всем параметрам хорошие, удовлетворительные, слава богу. Гепатит, ВИЧ тоже нормально. Онкологии нет, а мне всё хуже и хуже. Вы знаете, у меня такое ощущение, что я в депрессии нахожусь всю свою жизнь. Мне кажется, я с ней родилась просто. Я в компании достаточно весёлый человек, я всё время хохочу, я всё время шучу. И никто из моих близких, наверное, даже не подозревает о том, какие у меня внутри мысли, и что внутри это всё чёрное. Похудел на 8 килограмм, настроения нет, давление скачет, апатия, работа ждёт, работать не хочу. Коллеги смеются, говорят, ну, зажался, наверное. А мне уже было не до смеху. Плюс была остыния также, но под вопросом. Оказалось, что у меня и проблемы с серотонином, то есть что вызвало эту депрессию. Депрессия, чем и опасна, она подкрадывается незаметно, и когда ты её не ждёшь, она вот как рояль в кустах. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, Кирилл. Спасибо большое, что согласились ответить на наши вопросы. И, как говорится, с места в карьер. Скажите, депрессия, она передаётся по наследству? Андрей Шмилович, психотерапевт, доктор медицинских наук. Смотрите, Кирилл, давайте я сразу расставлю акцент. Очень важно здесь понимать, что мы говорим о депрессии как о болезни, а не о депрессии как о общепринятом представлении о том, что у человека может быть, в принципе, плохое настроение. Возникновение этой болезни очень сложный с медицинской точки зрения процесс. И, как и во всей медицине, здесь участвуют две группы факторов. Это факторы почвы, так называемый патос, и факторы запуска этой болезни на этой почве, триггерные факторы, которые запускают на этом патосе нозос, болезнь. Если мы говорим о факторах почвы… Наследство как раз, наследственность. То вот там на первом плане, конечно, идёт генетически или наследственно обусловленная предрасположенность к развитию болезни как к физиологическому феномену. Это связано напрямую с синтезом и метаболизмом таких молекул, как серотонин, как норадреналин, дофамин, гистамин и много других. То есть депрессия невозможна без почвы, но и также невозможна без триггера, то есть без пускового фактора. И какие они триггеры? Главным и единственным и основным триггером, который влияет на почву, это является стресс с происхождением большинства заболеваний – био-, психо-социальное. То есть три группы факторов, которые могут определять стресс. Значит, биологическая группа факторов – это инфекции, это интоксикации, это употребление психоактивных веществ, это алкоголь. Кроме этого, допустим, аутоиммунные заболевания, онкологические заболевания, аллергии, различного рода эндокринные нарушения. И у человека с наличествующей почвой, вот с этой вот как раз почвой, которая является патосом, у этих людей как раз эти триггеры оказываются достаточными, чтобы образовалась депрессия. Психологическая часть этих триггеров представлена стрессовыми событиями. Например, уволили с работы. Например, да. Ну и, наконец, социогенный фактор. Сегодня мы все как раз находимся под воздействием очень мощных социогений, да, и это, конечно, пандемия, да, это очень нестабильная политическая, экономическая ситуация во всём мире. Человек – существо, живущее по законам пирамиды Маслова, да, и для него, конечно, когда возникает угроза его базовым потребностям, прежде всего, это потребность безопасности, его, его семьи и так далее, то это тоже является очень мощным социогенным фактором, и у него разовьётся депрессия в том случае, если у него есть этот патос. Андрей, скажите, а правда ли, что депрессии более подвержены люди творческих профессий? Да, но не потому, что творческие профессии делают человека депрессивным, а потому, что депрессия сама по себе, да, со своим опытом пережитым даёт человеку тот потенциал, творческий потенциал, который ему удаётся легко раскрыть в своей профессиональной деятельности. Древние люди тоже грустили. И ещё как. Недаром одна известная писательница, которая тоже любила хандрить, говорила, если бы у Шекспира был психиатр, то у нас не было бы его пьес. Древнегреческий врач Гиппократ считал, что меланхолия, та же самая депрессия, возникает из-за сбоя четырёх основных гуморов – телесных жидкостей. Чёрной желчи, жёлтой желчи, крови и флегмы – слизи. Теория о четырёх темпераментах – холериках, сангвиниках, меланхоликах и флегматиках – оттуда же. Так вот, избыток в организме чёрной желчи – это и есть меланхолия. С Гиппократом были согласны древнеримский Гален, а также врачи Персии и мусульманского мира – Исхак Ибн Имран и Авиценна. Андрей, скажите, имеет ли значение для развития депрессии темперамент человека? Для нас, психиатров, имеют очень большое значение эти варианты темперамента, потому что в зависимости от них депрессия проявляет себя абсолютно по-разному. Я поясню. То есть у сангвиника она будет более жизнерадостная? Человек, у которого по Гиппократу в организме преобладает кровь, и главной особенностью темперамента которого является выдержка и умение рационально и интеллектуально всё интерпретировать, этот человек, заболев депрессией, скорее всего, продемонстрирует нам депрессию с идеями самообвинения, депрессию с рефлексией, депрессию с довольно большим количеством когнитивных нарушений. Холерик, человек, у которого очень много экспрессии, человек, который не может сдерживать своих чувств, который очень взрывоопасный, импульсивный и так далее, у этого человека депрессия будет проявляться довольно большим количеством тревожных расстройств, холерики. Это прямо я так и напишу. Это, как правило, те, кто заболев депрессией, выглядят как осиновый лист, всё время всего боятся, находятся в постоянном напряжении, всё время испытывают массу всяких соматических, физиологических переживаний, которые тоже, по сути, преобразуют их тревогу в тело. А вот у кого депрессию легче всего распознать, это как раз у меланхолика. Потому что меланхолики – это те люди, которые, заболев депрессией, демонстрируют её классический вариант, так называемая тоскливая депрессия. Это вот как раз те, кто, в отличие от сангвиников и от холериков, чувствуют депрессию не мыслью, не головой, а именно душой. Вот это и есть та самая тоскливая или меланхолическая, её так и называют, меланхолическая депрессия. Ну и, наконец, флегматики. Флегматики, как мы знаем, люди, у которых жизнь вся представлена достаточно большим количеством сложностей, которые часто жалуются на дефицит активности, невозможность набраться сил, чтобы встать и что-то сделать и так далее. И вот как раз если флегматика заболевает депрессивным расстройством, то, как правило, мы видим у него вот эти вот апатические или апатодинамические депрессии. Часто мы наблюдаем гиперсомнию, то есть сонливость, берложные депрессии, когда человек засыпает и спит гиперсомнические депрессии и так далее. Ну и главная жалоба таких пациентов – это слабость, это вялость, это неспособность встать и даже почистить зубы. Вы знаете, мне кажется, что началось всё в 13 лет, когда меня первый раз бросил мальчик. Я была тогда очень сильно влюблена, мне казалось, что это надолго, на всю жизнь и всё такое. И вроде бы всё было прекрасно, чудесно, но в какой-то момент он мне сказал, что я некрасивая, я глупая, я толстая, и просто ушёл к моей подруге. Надо отдать должное врачам, я им очень благодарен, что они меня вытянули, потому что по всем показателям, кардио и так далее, ты здоров. А начинаешь медленно угасать просто, ну, какое-то вот овощное, такое полуовощное моральное состояние. У моего товарища, коллеги в Петербурге, грустная вообще история, как депрессия довела его до конца. Он обратился к врачу, он периодами пил лекарства, совмещал их с алкоголем, что греха таить, потом бросил, потом у него случились срывы, и в итоге в один из перепадных вот таких пограничных периодов его не стал, он добровольно ушёл из жизни. Мы подошли к главному. От депрессии умирают. Вот смотрите, официальная статистика, более 700 тысяч человек в год добровольно уходят из жизни, не справившись с болезнью. Зачастую это происходит из-за того, что не успели поставить правильный диагноз, а значит, и не было лечения. Мои родные, надо им отдать должное, они поняли, что со мной что-то не так, они не стали на меня давить, что типа ты ленишься, что работа надоела, что жиру бесишься. А с пониманием и рады были, что я нашёл специалистов, которые вытянули меня из этого состояния. Потому что, на примере моего коллеги, его родные чморели, у нас бабку облакаду пережила, не плакала, а вот ты тут хандришь, ты мужик или кто, а ему ещё от этого хуже. Мне многие мои знакомые говорили о том, что не стоит ходить по психиатру, на самом деле, потому что, а вдруг потом поставят клеймо, вдруг ты не устроишься на работу, вдруг найдут что-то страшненькое, на самом деле, да, никто не хочет жить психом. И этот страх, он нормален, я через него тоже проходила. Но, понимаете, дело в том, что желание жить нормальной жизнью сильнее любого страха. Как же понять, что у человека депрессия, а не просто плохое настроение? Как долго человек хандрит? Из-за чего именно? Связано ли это с каким-то конкретным событием или нет? Всё это имеет большое значение для предварительной диагностики депрессии. Депрессия – стойкий оловянный солдатик. Она сохраняется более двух недель. И для неё не важно, что происходит в жизни человека. У неё нет перерывов на праздники и выходные. Ну, у меня вот такой вот период полуморально-овощного, как я его называю, состояния, наверное, больше месяца. Когда меня приглашают в командировку на интересный проект, я отказываюсь, понимая, что я уже никакой человек в таком состоянии, сам себе не принадлежит. У него вот этот гормон радости, серотонина, как мне объяснили, выключается, как лампочка. И ты умом-то понимаешь, что надо идти, надо жить, двигаться. А вот не можешь. Андрей, скажите, почему больные депрессией сокращают социальные контакты? И как влияет депрессия на потребность коммуникации? Вы знаете, Кирилл, это то расстройство психики, которое делает эту психику нуждающейся в одиночестве. Этим, этим настоящая депрессия отличается от просто плохого настроения. Вот это один из очень важных моментов. При просто плохом настроении человеку, наоборот, нужен, нужна жилетка, ему нужен человек, ему нужно побольше пойти в клуб куда-нибудь или ещё, а при депрессии, наоборот, ему требуется уединение. И один из ключевых, центральных клинических признаков депрессии является симптом ангедонии. Ангедония – это утрата потребности получать удовольствие. Допустим, я подозреваю, что у меня начинается депрессия, но к психиатру идти я не хочу. Есть ли какие-то тесты для определения депрессии? Нет. Сделал и всё, таких точно нет. Просто нужно системно разложить всю свою жизнь и всю свою психическую жизнь на четыре основных главных блока. Значит, первый блок – это блок когнитивный. Это всё, что у вас в голове. Это ваши мысли, это ваше внимание, концентрация внимания, это способность к быстрому и своевременному воспоминанию каких-то знаний в тот или иной момент. Дальше – это аффект. Это то, что у нас в душе. Это то, что мы чувствуем. Это то, что мы переживаем. Это и настроение, это и тревога, это и радость. Третье – это воля. Воля. Это энергетическая часть нашей психики. То есть это то, что даёт нам побуждение. Это то, что даёт нам энергию для того, чтобы встать, делать своё дело. Или, наоборот, не сделать что-то плохое. Это тоже здесь. Ну и так далее. И четвёртый блок – психосоматика. То есть это то, как мы чувствуем своё тело. То, как мы со своим телом сотрудничаем, грубо говоря. Мы знаем, у этого тела слабые, сильные стороны. Мы знаем, где и как, и почему болит или не болит и так далее. И вот, настоящая депрессия, она характеризуется тем, что фактически поражает все эти четыре компонента психической деятельности человека. Давайте посмотрим, что происходит в нашей голове, когда начинается депрессия. Работа нервной системы осуществляется передачей нервных импульсов от одной клетки головного или спинного мозга к другой при помощи нейромедиаторов. Эти вещества-посредники выбрасываются в пространство между нейронами, что запускает сигнал следующим клеткам. Затем нейромедиаторы захватываются обратно, разрушаются на составные блоки и собираются вновь для повторной передачи импульсов. Передача нервного импульса при депрессии меняется, так как количество нейромедиаторов снижено. Помните, Александру указали на нехватку серотонина? Тех самых нейромедиаторов, которые мы называем гормонами счастья. Их попросту не хватает. Это препятствует созданию законченного нервного импульса. Отсюда возникает тревога. Это всё равно, что как вот вилку из розетки вытащили, всё, не идёт импульс к жизни, не идёт серотонин. Вот так и тут. Ты умом-то понимаешь, а мозгу не прикажешь. Вот такая счастливая жизнь, радостная жизнь, мне кажется, я её до сих пор не ощутила. Так что вот такой эйфории во мне сейчас, конечно, тоже нету. Тем не менее, то, что я жива, это, конечно, благодаря лечению. Восстановить естественную работу нервной системы возможно с помощью антидепрессантов. Лекарства от депрессии работают по-разному. Препараты предыдущих поколений, например, ингибиторы моноаминоксидазы, блокируют разрушение нейромедиаторов в нервных клетках. Сейчас их используют достаточно редко из-за побочных эффектов и токсичности. Им на смену пришли более современные лекарства – селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, то есть препараты, которые препятствуют захвату конкретного нейромедиатора. Они помогают сформировать законченный нервный импульс, и постепенное увеличение дозировки помогает нервной системе вернуться на докризисный уровень. Говорят, что все болезни от нервов. Но могут ли душевные расстройства быть заразными? И может ли депрессия появиться в результате перенесённой инфекции, вируса или бактерии? Давайте рассмотрим и это предположение. Гипотеза о том, что источник безумия в здоровье нашего тела появился ещё в 1880-х годах. Был такой доктор Эмиль Креппелин, известный тем, что разработал своего рода каталог психических заболеваний, выделил среди них в том числе те, которые развиваются во время инфекции, сбоев эндокринной системы и даже на почве сифилиса. А его ученик Генри Коттон пошёл ещё дальше. Он предположил, что все проблемы с головой вызывают микробы. Они просто отравляют мозг ядами. И достаточно найти и убрать очаг, чтобы человек стал нормальным. Поскольку антибиотиков ещё не было, Коттон стал удалять пациентам в первую очередь больные зубы, а затем вырезал миндалины, селезёнки, кишечник, яичники, матку. О своих успехах он писал статьи в научных журналах. Родственники больных записывались на приём и умоляли спасти своих близких с помощью этого варварского метода. Те же чудовищные манипуляции он проделал с женой и детьми. Неудивительно, что его собственные сыновья выросли и покончили с собой. В его клинике несчастным пациентам вырвали 11 тысяч зубов. Сам он умер в 1933 году от сердечного приступа. А вот его дикие методы по удалению очагов инфекции продолжали использовать в больнице до конца 50-х годов. Мне доводилось читать про мучительное лечение Хемингуэя от депрессии. Электросудорожная терапия без наркоза. Жуткое испытание. Но вырванные коттоном зубы, как это вообще можно назвать лечение? На самом деле, это была война европейской и американской психиатрии. В итоге взяла вверх концепция психоанализа, разработанная Фрейдом о том, что душевное расстройство возникает из бессознательного на почве детских травм отношений с родителями. Андрей, скажите, может ли депрессия быть связана с инфекционным заболеванием? Нужно ли ходить проверяться на инфекцию? Ну, хочу сказать сразу, что такие гипотезы были, но пока всё-таки это не выдерживает критики научной, доказательной базы нет для этого. Эту мысль нужно оставить в покое. Где-то читал, что после ковида каждый четвёртый испытывает депрессию. Да-да, большая часть тех состояний, которые неврологи или терапевты, или инфекционисты видят как депрессивные после ковида, на самом деле являются проявлением астении. Астении, имеющей прямое отношение к органическому повреждению головного мозга, связанному с той интоксикацией, которая была во время ковида. То есть страдают нервные клетки, они, грубо говоря, устают, устают работать, и им нужен просто отдых, им нужно время для того, чтобы восстановиться. Это не депрессия в том клиническом смысле слова, в котором о ней говорят психиатры. И поэтому назначать этим пациентам сразу же антидепрессанты, это совершенно точно неправильно. Скажите, возможно, заразиться депрессией? Да, это и есть такой феномен. Это феномен индуцирования психического расстройства, не только депрессивного. Может также быть индуцированный бред, например, и бывают индуцированные галлюцинации, и бывают точно так же индуцированные депрессии. Для того, чтобы понять, что это не депрессия, как правило, мы разрываем просто связь между индуктором и рецепиентом, то есть тем, кто получает, собственно, вот всё. И если через день или два всё прошло, значит, мы говорим о том, что это вариант псевдодепрессивного состояния. То есть просто дурное влияние ни к синапсам, ни к серотонину, ни к чёрному. Работа с психотерапевтом – это вам не вот эти американские сказочки, да, то что садишь в расслабленном кресле, у тебя вокруг музычка, а бабочки у тебя летают над головой. Нет, это на самом деле очень тяжёлый труд, и это очень страшно, потому что тебе приходится залезать в такие глубины себя, в которые совсем погружаться не хочется. И я, например, поняла тогда, только тогда, что на самом деле любовь для меня равно страдания. Каждая моя любовь, каждая моя влюблённость связана с какими-то самопожертвованиями, с какими-то мучениями. Я всё время что-то доказываю, я всё время копаюсь. Чем больше ты расскажешь о себе правды, тем точнее специалист, психотерапевт, психиатр сделает заключение и поймёт, как проходит сейчас твоё лечение, как корректировать дозу или убавлять и так далее. Теперь вот я живу с лекарствами, день через день, или в зависимости от того, как врач меняет дозировку, я продолжаю принимать курсы антидепрессантов, чтобы не вернуться в прежнее состояние, и вот, надеюсь, исцелиться полностью. Я до сих пор хожу к специалисту, уже раз в неделю примерно, и каждый раз мне туда идти во всём не хочется. Мозг постоянно мне твердит, что «да у нас же всё хорошо, давай не поедем, у нас есть таблетки, всё уже отлично, проблема решена». И очень большой соблазн поддастся вот этим уговорам. Вот это самое сложное – заставлять себя продолжать лечиться. И надо понимать, что это не один день, и не месяц, и не год. Это может длиться годы. Знаешь, сейчас я забыл про скачки давления, забыл про те скорые ужасные, пугающие непонимание своего состояния, потому что вся была причина не в кардиологии, не в гипертонии, которой у меня, как выяснилось, нет, а именно вот в той депрессии, которую я практически поборол. Но продолжаю держать своё состояние на контроле и ходить к специалистам. Что мы знаем наверняка, что депрессия – это болезнь. И если вы почувствуете её или заметите у своих близких, не бросайте словами ни хандри, ни кисни или это. Не депрессуй. У клинического состояния есть важные признаки. Плохое настроение длится долго, пропадает аппетит и сон. Человек чувствует себя никчёмным и бесполезным, избегает контактов и часто, обратите внимание, стесняется своего состояния и пытается притвориться весёлым и жизнерадостным. Но любимых и близких обманывать не надо, вам обязательно помогут. Для этого у современной науки есть инструменты, знания и врачи, которые, поверьте, желают вам долгой и счастливой жизни.